Не соблюдали и соблюдать, видимо, будут не скоро. Речь идет о правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД по городу Иваново в ночь субботы на воскресенье выявляли нарушителей. Экипаж ДПС работали на улице Лежневская, на кольце автовокзала. Одно из самых популярных нарушений – тонировка. Водители упорно продолжают ездить с затемненными стеклами и платить за это штраф 500 рублей. Пьяных в ходе рейда выявлено не было. Подозрение вызвал только этот молодой человек за рулем в «Волге». Машина буквально источала запах алкоголя, а водитель никак не хотел выйти к инспектору и объясниться. Из машины ничего забыть на воду? Абсолютно нет. Ну, давайте, может, не дышим, что можно продать. Что еще раз? Вне письма спросить. Да, конечно. Вот здесь находятся, а вот это живет, а вот это пьяные люди. А в каждой машине вы это говорите? Нет. Я тоже, наверное, не хотел. Значит, вы чуели, инспектор? А? Вы чуели? Ну, пошел из раздельства. К счастью, молодой человек оказался трезв. Опьянение своего пассажира он также отрицал. Можно предположить, что в машине просто разлили бутылку водки. Попасть под жезл сотрудника ДПС в эту ночь молодому человеку предстояло дважды. Буквально через полчаса «Волгу» установили снова на том же самом месте. Однако совсем без пьяных на дорогах в субботу не обошлось. До начала рейда в 20 часов 30 минут у нас произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал водитель в нетрезвом состоянии. Он причинил ущерб двум автомобилям, будучи водителем также автомобиля. А это ДТП на перекрестке Лежневской и Смирнова произошло в районе 11 вечера. ВАЗ-2111 столкнулся с «Ауди А6». Оба водителя были трезвы. С травмами их доставили в больницу. Иномарку в результате столкновения отбросило в частный дом. Жильцы перепугались не на шутку. Практически спали, да. Удар в дом. Телизор чуть на нас не упал. Вышли на улицу. Здесь машина. Страшно было. Думали, как в Луганске война началась. Заключительной частью рейда стала эвакуация автомобилей на улице 10 августа. Стоянка там запрещена, но для посетителей местных баров этот знак не указ. Эвакуировать пришло сразу несколько иномарок. Однако, как только уехали экипажи сотрудников дорожной полиции, стоянка снова заполнилась автомобилями. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.